Поздравляю вас с самым главным праздником в стране. Я считаю их два. День рождения Великого Советского Государства, Великой Октябрьской Социалистической Революции и Победы. Не будь этих праздников, не отмечали бы мы и все остальное. Я думаю, и нашего государства, и нас бы тогда не было. Поэтому от души поздравляю вас и надеюсь, что вы сегодня достойно будете освещать все наши мероприятия. По всей стране, от Калининграда до Сахалина, пройдут шесть манифестаций, концерты, встречи. У нас в четыре часа на площади революции будет большой митинг-концерт. Приглашаю вас и надеюсь, что вы откликнете наше приглашение. Год назад на Красной площади, в этот день, где шел военный парад, присутствовало 132 делегации со всех концов света, которые прибыли по нашему приглашению и отмечали этот выдающийся праздник в Ленинграде, Питере и в Москве. Тогда они впервые узнали, многие узнали, о том, что наша легендарная Красная Армия 7 ноября прямо с парада ушла защищать советскую родину. 30 тысяч бойцов вступили в бой против фашистских войск, которые уже подступили к Москве. Тогда на них это произвело неизгладимые впечатления, и потом, выступая все лидеры, а было 60 генеральных секретарей, особо подчеркнули значимость нашей державы в отстаивании интересов мира и независимости. Все до единого поддержали нашу страну, независимые внешние политики, пожелали нам успехов в противостоянии с американским империализмом, поддержали по Крыму и Севастополю, Донбассу, и многие приняли участие в формировании конвоев, которые мы туда отправляем. День назад мы на Донбасс отправили 75-й конвой, более 9 тысяч тонн в этом году отправили медикаментов, продовольствия, одежды, приняли почти 2 тысячи детей из Донбасса, которые здесь проходят оздоровление. Это и есть та солидарность пролетарская, которая активно родилась накануне Великого Октября и обеспечила нам выдающуюся победу. Хочу особо подчеркнуть после вчерашних глупых и недалеких выступлений, в том числе и некоторых деятелей в этих стенах, что Великий Октябрь – это не изобретение отдельного человека. Великий Октябрь – это гениальное прозрение Ленина, ленинско-сталинская модернизация, которая привела к потрясающим результатам рождения нового мира и новой подлинно народной власти. Сегодня привлечено внимание общественности и к выбору в Соединенных Штатах. Но напомню, что один год тому назад американская администрация уже подготовила планы расчленения Российской империи на 20 кусков и партизации их по частям. Гудро Вильсон вместе с банкирами-империалистами Англии и Франции поделили на зоны влияния и готовы были придушить молодую Советскую Республику. Так что, когда говорят, что мы рассчитываем на полноценный диалог с американцами, заря нынешней администрации рассчитывать на полноценный диалог. Его со стороны США не было и не будет, какие бы там результаты не состоялись. Единственный вопрос, по которому сегодня у высшего американского руководства есть полное единство, это русофобия и антисоветизм, желание максимально нанести вред нашей державе. Сейчас идет довольно любопытный фильм Годунов. Те, кто ставил подобный фильм о царстве Ивана Третьего, сегодня подошли к Годунову. Я думаю, не случайно, потому что за последние многие годы в России было три великих смуты. Так вот, хочу напомнить, что эти смуты развивались примерно по одному и тому же сценарию. Власть теряла доверие у народа, народ резко нищал, поэтому абсолютно не доверял и не поддерживал эту власть, а борьба наверху кланов завершалась, как правило, поиском себе покровителей за кордоном. Одни искали тогда у поляков, вторые у шведов, третьи у французов, и это продолжалось несколько раз. Так вот, эту трагедию пресекла советская власть, когда белогвардейщина обратилась к банкирам Лондона, Парижа и Нью-Йорка для поддержки и попытки задушить советскую власть, но в ответ получила предложение приоритизировать и расколоть Российскую империю. Раскол – одна из самых страшных государственно-политических болезней, которые преследуют нашу страну. И сегодня, на мой взгляд, мы подползаем к очередному расколу, когда власть теряет доверие, финансо-экономический курс, который она проводит в последнее время, дает отрицательные результаты. За 10 лет наши темпы составили всего 4% роста экономики, в Америке – 16, в Китае – 101. Вместо того, чтобы взять уникальный опыт Великого Октября, ленинско-сталинской модернизации, которая увеличила за 20 лет потенциал страны в 70 раз, обеспечила победу в мае 45-го, прорыв космоса, создание ракетно-ядерного паритета, вместо того, чтобы взять опыт реформ Дэн Сиопина, которые за 30 лет превратили в Китай ведущую державу мира, встроившись в хвост дядю Сэма, по-прежнему ждут от покровителей соответствующих подачек и уступок. Не будет никаких уступок и никаких подачек. Как душили, так и будут душить. Как накладывали санкции, так и будут накладывать. Как будут осложнять обстановки, так и продолжат это. Будьте сильными, умными, грамотными, образованными, и все будет в порядке. Для того, чтобы выйти на новый курс и выполнить главное требование послания президента Путина, выйти на мировые темпы 3,5%, войти в пятерку, наша партия подготовила пакет законов. Эти законы позволяют нам сделать бюджет развития, сформировать его в 25 триллионов, резко расширить финансирование экономики и социальной сферы, причем на социальную сферу поддержку граждан, особенно беднейших слоев, ветеранов войны, детей войны, многодетных семей, матерей-одиночек, направить минимум 20% расходной части бюджета, это примерно по 7% на здравоохранение, образование и науку. Эта программа абсолютно реализуема, если следовать не либеральным лекалам, лекалам оследовать политики национально-государственных интересов. Самое любопытное высказывание за последнее время было у Фрэнси Фукуямы. Я в свое время, по-моему, в 92-й год, прочитал его работу «Конец истории. Последний человек». Он заявлял, наконец, восторжествовали либеральные ценности, либеральные демократии. Теперь в мире эта демократия даст потрясающий результат. Дала потрясающий результат. Почти 40% за эти годы вырезали животных и уничтожили 20% даже зеленых насаждений в Амазонке, которые являются вместе с нашей тайгой главным производителем кислорода на планете. Породили дикий терроризм, невиданные новые болезни и создали условия, при котором пухнет олигархия во всех странах и континентах, а народ нищает, средний слой сократился, средний так называемый класс почти в два раза. Результат потрясающий. Фрэнсису Фукуяме сказал, «Я глубоко ошибался. Никакие либеральные рыночные отношения не спасут планету. Планета уже сама вводит от этого капиталистического эксперимента. Надо снова возвращаться к Марксу, в Великому Октябрю, к идеалам социализма. Я уверен, что без возврата на рельсы обновленного социализма и создания бюджета развития, без консолидации общества, когда вас обложили со всех сторон санкциями и военными угрозами, мы из этого кризиса не вылезем. К сожалению, пока Путин, Медведев и вся эта команда Единой России продолжает дикий эксперимент над страной, которая за 25 лет потеряла 9 миллионов человек и 20 миллионов неродившихся детей. Потери больше, чем в Великой Отечественной войне. Мы настаиваем на изменение курса и формирование полноценного правительства народного доверия». Редактор субтитров А.Семкин